Доброго времени суток. Давайте посмотрим город Краматорск. Район Даманский. Даманский. О! Ваш район бережет человек со способностями. Как сейчас у вас развиваются дела? Ну, на данный момент относительно благоприятно. В основном ваш район остается целым. Ну, и это, конечно, большинство людей радует. Как будут развиваться события в вашем районе до 15 августа? Ну, будет горячо. Будет горячо и с прошлой жизнью, в общем-то, придется распрощаться. Смотрите, у вас, ваш район очень привязан к серьезному объекту. Ну, во-первых, связующие это там транспортные дороги у вас идут, автомобильные, да? Ну, и недалеко аэродром. От этого, конечно, серьезные зависимости могут быть проблемы. Поэтому будьте очень аккуратны. В высоком случае от своего аэродрома, аэропорта, как он там у вас правильно называется, держитесь подальше. Ну, в общем-то, максимально ваш район останется целым. Если удары будут наноситься, то наноситься по аэродрому. Ну, и я так понимаю, что в вашем районе есть серьезное командование, как мне говорили, что в районах нет отдельных начальников, то это, скорее всего, тогда военный человек, который руководит всей жизнью в вашем районе. Тем более, такой очень важный объект находится сбоку. И, конечно же, он очень важен для всех, и для российской армии, и для ВСУ. Хотя я понимаю прекрасно, что для ВСУ не настолько, может быть, он сейчас важен, так как самолетов, садящихся туда и взлетающих, незамечен. Вот. Поэтому... Но как бы то ни было, все-таки объект приличный. Соответственно, там все эти... Есть же инфраструктура, которая принадлежит ему, поэтому ангар и так далее. То есть он все равно остается значимым. Как будут складываться дела в вашем районе для ВСУ до 15 августа? Я беру вот это вот число просто потому, что это середина месяца. Когда на самом деле что будет происходить, предсказать на данный момент вообще невозможно. Я бы сказала так, что то, что планы выстраиваются на сохранить жизнь для подразделения ВСУ, которое будет находиться в вашем районе, то это планам не суждено сбыться. Они... все, что планируют в вашем районе, все равно будут полностью эти планы разрушены. Абсолютно. Вот. Вполне возможно, что кому-то будет предлагать сдачу. Вот. Ну и в принципе, это-то цели есть подразделением. Выжить. Потому что прекрасно понимают, что обстрелы идут. И вполне возможно, что и по аэропорту будет прилетать, серьезно прилетать. Вот. Этот вопрос они, конечно, будут обдумывать. Очень серьезно будут обдумывать. Ну, даже этот момент окажется для них иллюзией. Они будут сражаться. В основном это будет происходить по периметру вашего района. Вполне возможно, что где-то в районе аэропорта. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, будут вот эти, знаете, как... Одни выстрелили, другие ответили, им тут же ответили опять эти. Ну, в общем, вот такие вот, как это, артиллерийские эти перестрелки. И будут ждать помощи. Ну, вопрос, чтобы сохранить свои жизни, из головы, конечно, уходить не будет. И придет приказ о сохранении жизни. Кто-то все-таки, скорее всего, сдастся. А так, видимо, будет приказ об отступлении. Потому что уж очень подразделения уставшие, не хотят воевать. То есть вот этот вот мотивационный момент вообще на нуле. И люди очень много думают, в принципе, ну, так скажем, о последствиях вот этих боевых действий для их, ну, душ, так скажем. Да, то есть этот момент тоже будет для большинства людей немаловажным. Потому что либо это изменение серьезной жизни, если сдастся в плен, либо это смерть. Тем более, вполне возможно, что они окажутся без командования. И в ловушке. Вот тут, да, в общем, станет очень серьезный вопрос о том, чтобы... Да, и вот очень серьезный вопрос жизни или смерти. И они, в общем-то, будут договариваться именно, работать над тем, чтобы сохранить собственную жизнь. А командование слиняет. Поэтому, скорее всего, что будет сдача. А ведь очень страшно. И жить хочется. И жить хочется хорошо. И что ж у нас командир подразделения. Тут опять страхи. Да что ж такое-то. Чем-то все закончится. Закончится, в общем-то, довольно-таки благополучно для них. Потому что будет опять предложен вариант сдачи. И, скорее всего, он, наконец, работает. То есть долго будут мурыжить мозги себе и союзной армии. Но в конечном итоге результат будет все равно один. Кто-то, может быть, уйдет. Но, скорее всего, большинство сдадутся. Как же будут развиваться события для союзной армии в районе вашего... Район-район. В вашем районе города Краматовск. В Даманском районе. Для подразделений союзной армии как будут складываться дела. Максимально, в принципе, благополучно. Они подойдут к вашему району. И, скорее всего, будет заключен договор. Потому что будет использовано очень много уже наработанных каких-то способов ведения боевых действий. И в результате вот... Все закончится благополучно для вашего района и для российской армии. Терпеливо будут просто выдавливаться и зачищаться. Ну и вот максимально все закончится благополучно. Район уйдет под контроль ДНР. Какие есть опасности для вашего района? Да, в общем-то... Максимально будет благополучно, но прилеты возможны. И возможны пожары. Поэтому будьте очень аккуратны. Но район максимально будет сохранен. Ну и вот это все где-то в районе 15 августа. Плюс-минус. Так что, как говорится, поживем-увидим. Ну... Будем надеяться, что это все максимально быстро закончится. И наступит благоприятное время для вас и ваших близких. Так что берегите себя. Берегите своих близких. И до новых встреч.